Все больше входит в нашу жизнь понятие «замещающая семья», в которой берут на воспитание детей, часто имея уже своих собственных. На Кубани почти 98% детей-сирот воспитываются в таких семьях. Сегодня в крае более 3000 приемных семей, и они воспитывают около 8000 ребят. Мы побывали в одной из таких семей, которая проживает в хуторе Коржевском Славянского района. Воспитание детей – это огромный труд, вряд ли кто будет с этим спорить. Для приемных детей, нуждающихся в родительских любви и заботе, необходимо особое внимание. В семье Лавренковых 9 детей, шестеро из которых приемные. Решение принять семью приемных детей появилось после того, как после серьезной болезни выздоровел сын Матвей. Алене очень захотелось сделать как можно больше детей счастливыми. Мой супруг сказал, что я уже устал от этого. Ты каждый раз приходишь и все это приносишь домой, и переживаешь, и страдаешь. Давай, может быть, поступим по-другому, возьмем ребенка в семью. Джанетта и Павел появились в семье в 2015 году. Джанетта побывала у Лавренковых в гостях. Ей тут очень понравилось. И она согласилась остаться. Она пригласила с собой своего друга Пашу. И вот они уже живут здесь все эти годы. Я очень счастлива, что у меня есть и братья, и сестры, потому что у меня их вообще никогда не было. И я очень, прям, ну, очень рада. Мама учит всему, что она умеет и хочет, чтобы мы стали такими же, как она. Тоже очень хорошими, добрыми. Чтобы мы научились всему, когда выросли, и нам не было сложно. Примерный семьянин и отменный труженик Сергей Лаврененко работает водителем, любит детей и старается передать им свой жизненный опыт. Помогает, если что-то непонятно, там, подходим, папа, помоги. Ну, папа всегда поможет, конечно. Папе постоянно помогаем. Чтобы папа не попросил, папе нужно помочь, это обязательно. Привык, конечно, ко всем не сразу, но привык, потихоньку привык. Ну, не то чувство, когда ты там... Ну, обрел чувство семьи, да, со временем. Ну, вообще, семья, значит, многое, да, для меня. Благодаря вниманию и любви они обрели здесь настоящий родительский дом. В 2017 году семья Лавренковых еще пополнилась сразу четырьмя детьми. Двумя братьями и двумя сестрами. Жили-жили, не тужили. И тут не позвонили. И сказали, Алла Анатольевна, можно у вас погостят детки? Это четыре родных человека между собой. Два брата, две сестры, разного возраста. От маленького до уже подростка, 16-15-летнего. Я же понимала, что это будет очень сложно, потому что уже сформированы люди, взрослые. Ну, поедете ко мне? Татьяна сказала, поеду. Ты первая, да, сказала? Поеду. Взяла, посадила всех в машину. А, это был Дима день рождения. Так получилось, что это было 12 сентября. Дима день рождения, а я ехала, купила торт. Память бережно хранит все подробности. Все, что повлияло на жизнь этой большой дружной семьи. Ужинать мы сели, а он мне говорит, а вы знаете, где я сегодня был? Дима мне рассказывает. Я говорю, где ты сегодня был? Он говорит, а я с папой катался на КамАЗе. И папа наш сказал, все, все остаются здесь, никто никуда не уезжает. Вот так сформировалась большая семья Лавренковых. У Алены Лавренковой есть не только прекрасные навыки ведения домашнего хозяйства, которыми она щедро делится с детьми. Она имеет два высших образования – юриста-правоведа и педагога-психолога, а также немаленькую трудовую биографию. Уехала на работу в Москву. Долгое время работала там юристом в крупном консалтинге юридическом. По семейным обстоятельствам – это декретный отпуск. Приехала сюда, вернулась. Пригласили обратно на свою же должность в администрацию работать. Работала очень долгое время, после чего пошла учиться на психолога. На третьем курсе института пошла работать в детский сад наш, коржевский, педагогом-психологом. Оттуда меня пригласили на работу в ЦСО специалистом по семейному неблагополучию. Алена занимается благотворительностью, ежегодно участвует и не раз побеждала в конкурсе приемных родителей «Солнышко в ладошках». В 2018 году семья стала победителем краевого конкурса замещающих семей в номинации «Семья – основа державы». Также они выиграли туристическую поездку в Грузию в конкурсе «Лолиты Милявской. Судьба». В чем же секрет воспитания и прекрасной семейной атмосферы? Никакой особенной тайны здесь нет, уверена Алена Лавренкова. Здесь нет чужих и своих, здесь все родные. Я не делю на… Единственное, у нас достается, наверное, Мирослава, потому что она самая маленькая. У нас бывают там девочки. Вот там Мира, ну оставьте вы Миру. Она маленькая, но она в силу своего возраста тоже старается. И она всех любит девочек, и ей хочется со всеми, всем угодить. Но у каждого своя обязанность. Мальчики занимаются по хозяйству, во дворе. У нас большое хозяйство мы держим. Девочки в доме. Хорошее трудовое воспитание, желание и умение работать – вот основа жизненного успеха. И сейчас, когда трое старших Матвей, Павел и Олеся стали студентами, им намного легче будет найти себя в жизни. Дети не должны, не боятся никакой работы. Должны уметь, либо иметь навыки какие-то, да, где-то трудоустроиться, где-то что-то. Навыки самообслуживания трудовые, да, что-то приготовить себе там. Где-то что-то зашить, подшить. Пойти где-то дежурство, да, вот это все. Должны быть приучены, потому что они не понимали это до тех пор, пока Олеся нетрудоустроилась у нас. Она этим летом работала в отеле в Анапе, в одном из лучших отелей пятизвездочных. Она пришла в первый день и говорит, мам, большое тебе спасибо, что ты меня учила. Каждому ребенку в семье умеют найти свой подход. Дети хорошо учатся, охотно участвуют в домашнем труде. Все заботятся друг о друге. В доме атмосфера радости и любви. Ну, это очень добрый человек. Да, строго, но по справедливости. Мама мне везде помогает. Мы с мамой вместе печем. Когда мне что-то не получается или где-то накосячила с пирогом, я спрошу мама, как можно это исправить, а что можно с этим сделать. Ну, все с мамой. Мама мне, да, за учебу гоняет, помогает мне тоже. Ну, потому что сейчас еще последние два года особенно надо выкладываться. У всех в семье есть свои увлечения, помимо учебы и домашнего хозяйства. Дети растут, гармонично развиваются, готовятся к взрослой жизни, беря в пример своих родителей. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Игорь Вишневский, Игорь Ванчугов.